Казахстан На 11 июня прошли волнения в городе несанкционированный митинг у кинотеатра Целинный, что на пересечении улицы Масанчи и Хабамбай-Батыра. Данный митинг был организован по причине того, что молодые люди собрались и хотели, чтобы освободили Рената Заитова и его сподвижников около 30 человек. Эта акция, этот митинг все-таки имел место быть и они добились своего. Рената Заитова, по крайней мере, освободили. Дальше вы знаете, что эта группа, после того, как она разошлась, кто-то разошелся домой, кто-то все-таки остался. Группа поделилась на две части, так скажем. Первая часть пошла по улице Толиби в сторону Аксая в западном направлении. Вторая группа пошла также по улице Абая, также в западном направлении. После этого там многих повязали, упаковали и даже кого-то даже побили, друзья, как я слышал. Сегодня, 12 июня, весь город к 7 часам вечера опустел. Также у меня есть информация о том, что некоторые учебные заведения в скорейшем порядке закрывают практику, учебу, зачеты и т.д. своих студентов и отправляют их домой, подальше от греха, как говорится. Это, во-первых, также город пустой, друзья. Город пустой, витает какое-то, знаете, напряжение. Я не знаю, чем это все закончится. Я надеюсь все-таки, что не будет 86-го года, не будет этого повторения. Все-таки мы живем в век информационных технологий. Но сегодня, сегодня, друзья, не просто так город опустел. Дело в том, что у меня есть информация, что вроде бы намечался, опять же, очередной несанкционированный митинг ДВК. А Блязов пьет чай и кофе у себя во Франции, ест фуа-грайд ЛТП, а его сторонники здесь идут, по большому счету, в никуда. Ну, вот такой вот это ДВК, друзья. Также по событиям ночи с 10 на 11 июня у меня есть большое интервью с журналистом Сергей Кнояновым, если вам будет интересно. Он был там в эпицентре, он знает, как, что, почем было, вот с первых уст. Вот здесь вот будет ссылочка на этот выпуск. Обязательно зайдите и посмотрите. Еще раз надеюсь, что все у нас будет хорошо. Казахстанцы, народ мой, мои соотечественники, давайте будем умнее, пожалуйста. Нам не нужна кровь ни в коем случае. На этом сегодняшние новости подошли к концу. Я буду держать вас в курсе, друзья. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула. Всем пока. Ассалам алейкум. Арифидорчи.